Ну, а теперь нам нужно поставить софт для создания документации. Ну, это у нас Fandoc и TechLife. Значит, Fandoc устанавливаем. Давайте, Note, Mox, а, тут мы Fandoc, 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 Fandoc. Установили. Не самый свежий Fandoc. Давайте посмотрим, какой Fandoc. Вот сайт гитхабовский Fandoc. Последний 2.19.2. А там 2.14. Ну, для нас это не самая принципиальная вещь. Для нас, собственно, принципиально, что тут были очень сильные изменения. И... Так. Я думаю, это было в 1.11. 2.11. Это вот 2.11. Это последний старый. А потом переписали внутренние алгоритмы определенные. И у нас кое-что просто съехало, перестало работать. И наши современные шаблоны под новый Fandoc. Конечно, хорошо бы новый поставить, но мы удовлетворимся тем, что есть. И дальше нам нужно поставить... Техлайф. Тут вот... В принципе... У нас есть... dnf install... Просто посмотрим, что он нам предложит. Вот он нам вот это вот предложил. Ctrl-B. Закрываешь скобкой и дальше... jup-patchdown, листаем. Ну вот он вот какой-то вот мета-пакет. Но устанавливает не все. Он тут нам... Lola Tech не устанавливает. Нам нужен. Давайте мы... Ctrl-C. Установим еще... Техлайф. Вот экранируем звездочку. Это значит, что она будет обрабатываться при поиске пакетов, а не при просмотре текущего каталога. Давайте посмотрим, что он нам тут предложит. Там было 457 пакетов. О, 6000. Намного больше. А на самом деле... Конечно, лучше было бы ставить Техлайф. А... Репозитория самого треха. Ну, этот нас вполне устраивает. Ctrl-B. Открывающая скобка. Так. Вот он тут... Куча всего ставит... Наверное, полезного. Ну, если мы будем ставить Техлайф с сайта, то там тоже он немаленький. И будет ставиться дольше. Это факт. Зеркал меньше. Так. Наверное, практически полный он ставится. Главное нам тут... Чтобы Луа Латэк был. Давайте. Греб минус И. Луа Тех. Давайте посмотрим, есть он тут или нет. Так. Да, вот видите. Луа Тех, в принципе, есть. То, что нам нужно. И, как я вижу, у нас ставится 20-21 Техлайф. Прошлогодний. Уже позапрошлогодний. Ну, в принципе, нормально нам. Ну, давайте мы... ...добавим. Техлайф пусть ставится. Ну, ставится намного быстрее, чем Техлайф сайта VV2CORG. Техлайф. Вот у нас есть. Техлайф. Вот он. Вот он Техлайф. Становка. Мы скачиваем файл. Становка. Устанавливаем. Прописано. Пулио свежий. Но ставится он действительно достаточно долго. Я думаю, где-нибудь часа два ставится. Почему так долго? Ну, зеркал, во-первых, меньше. О, там по пакету тянется. И установка пакетов несистемных, она проходит дольше, чем RPM системных. Ну, в общем, я думаю, в общем, в общем, нехорошо все мусорные слова у меня. Я думаю, что мы удовлетворимся системным Техлайфом. И он должен для наших целей вполне хорошо служить. Он будет занимать и меньше места, и устанавливается быстрее, и обновляется со временем, что тоже неплохо. Я паузу нажму, чтобы не ждать, когда доберется до конца. Там уже посмотрим, что будет в конце. Разные транзакции пакетами выполняются. Наверное, все уже установилось. Ctrl-B-C. Давайте посмотрим, нас интересует Луа Латех. Ф Латех. Так, значит, не до конца все сделано. Будем ждать. Поторопились мы. Так, у нас установилось. Давайте Ctrl-B1. Проверим. Так, Луа Латех есть. Так, Луа Латех есть. Так, Луа Латех есть. Так, Луа Латех есть. Все, что нужно, нам стоит. И теперь это можно использовать. Ну, все, давайте. Луа Латех. Подключим систему. В принципе, у нас система подготовлена. Можно с ней работать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok